Сенуэс, станция Сена, это узловая станция И находится она на железной дороге Там имеется очень переезд на очень оживленном направлении При этом из-за того, что узловая станция, поезда сбрасывают скорость Если вот на прошлом путепроводе мы видим, они пролетают быстро, допустим, за 2 минуты проходит поезд То здесь этот поезд идет там в 3 раза дольше И из-за этого переезд практически закрыт постоянно То есть, ты редко выпадаешь проехать в этой переезде Вы здесь добавьте, что переезд, который находится в станции Сеная Задерживает движение автомобилей до 3 часов До 3 часов люди стоят в пробках, с детьми, с семьями И, конечно, движение в целом очень неритмично на этой дороге Из-за прохождения через станцию Сеная Станция Сеная соединила в себя две проблемы С одной стороны, дорога проходит через поселок Один из самых крупных поселков польского района Входим в тройку самых крупных И с другой стороны, это узловая станция Поэтому, Сергей Николаевич, говоря о том, что здесь сбрасывают скорость движения поезда Еще можно добавить о том, что проходит через само поселение Здесь движение автранспорта И, конечно, там нельзя просто обеспечить высокую скорость Потому что переходят люди Поселок разделен на две части фактически Поэтому строительство обхода решает эти все проблемы Движение выносится за крупный узел железнодорожный За крупное поселение И таким образом движение будет уже идти с постоянной скоростью При этом вне поселения И через путепровод транспорт будет проходить Минуя железнодорожные переезды Все это решит проблему Она вечная была Со строительством этого обхода Который включает в себя массу переходов И, соответственно, путепровод Это большое сооружение И отдать должное Росавтодору и управлению Нижневолскому Все это достаточно эффективно решаться стало За буквально прошлый год и этот год Работы идут с опережением И надеюсь, что до сентября следующего года Этот обход будет сдан в эксплуатацию Такое возможно В этом случае мы получаем дорогу По территории Саратской области От города Саратова до границы с Самарой Где дорога будет миновать все крупные поселения И, соответственно, путепроводы будут В местах пересечения железной дороги У нас получится в Сенотском Путепровод, который мы только что посмотрели Здесь Сенот На выходе здесь клипов Там тоже распорный разряд Всего 6-6 жили 5 путепроводов И один путь Но еще переход один будет через железную дорогу Поэтому дальше у нас уже путь открыт И прям непосредственно до Самарской области Дорога не будет испытывать препятствия И люди будут пересекать уже не железная дорога Ну и, соответственно, все постовые переходы На технологическую постовую терапию Вот эта самая большая проблема, которая существовала И она фактически была нерешаемой Сейчас мы видим степень готовности Достаточно высокая для того, чтобы говорить о том Можно будет на мучку и эти работы выполнятся И завершенную, как говорит руководитель управления Грозского До сентября Задавайте, пожалуйста, вопросы И еще где-то не поводить Самое главное, что мы разделим сейчас опять эти потоки Две плосы в одном месте И здесь есть такое парьерное ограждение Которое опять нам предотвратит вырез на посту Сустречного движения Соответственно, летальный случай у нас Давным усвестится к нулю То есть мы человеческую жизнь опять эту дорогу сохраним Раз Во-вторых, мы даем спокойно спать и жить людям В Синой непосредственно Потому что когда федеральная дорога Сустреча на 16 тысяч автомобилей идет мимо дома Жизнь тяжелая И плюс постоянные пробки Постоянно стоит Два-три часа стоять пробки Дышать хлопными газами Для здоровья у людей Здесь ничего хорошего нет Вот этот обход хоть он длиннее на 3 километра Чем предыдущая Старая дорога, которая сейчас едет Но это острая необходимость Без него никуда И опять я хочу огромное спасибо За то, что поддержали Нас в плане правительства Мы доказывали Показывали съемку из квадрокоптера У нас подходами Какая протяженность этого участка? 15,3 километра Вот смотрите 15 километров дороги 15 километров Не только новой дороги Но дороги современной Четырехполосной Которая позволит Даже при том, что это обход и запряжение Таким образом Движение выстроит Чтобы Отстраняло Свою динамику То есть Этот обход Позволит на той же скорости Проходить Автомобилю Потому что здесь идет Расширение До 4 километров Да? Да? Да Да, да Абсолютно легко Перекладируем В принципе Там ближе Сдача Смотреть На предмет Повышения Расширной Максимальной Скорости Стоит Расшир Если Хоть возможность И 90 На 100 Действительно Стоит Проработать В таком Максимальной Еще раз хочу Учеркнуть Когда здесь Машины Стоят В пробках По 3 часа Решение И проблемы Однозначно Снимет Многие вопросы Потому что Можно будет двигаться Со скоростью 90 километров Разрешенная А если вы Изучите Скорость Будет Разрешена Выше Понятно Что Здесь уже Другие будут Стандарты И комфортности Причем Мы видим Исходя Из Той технологии Которая Здесь Применяется Самая Современная Дорога И Видим Что устройство Используется Так же Современно В соответствии С этими Технологиями В следующий момент У нас порядка 12 километров Бетона Из 15 Уложены Планируем В дальнейшем В этом году Где-то порядка 14 километров Километров У нас на трек Получится Но в январь Не врань Вынесли Компликации Производы Поднимите Полотно И соответственно В апреле месяц Апрель-майто За бабу месяц Мы где-то сделаем 15 километров Скажите 6 на мостов На этом участке 12 километров 6 на мостов Роман Виктор говорит о том Что Для того чтобы понять Что из себя представляет Этот обход Представь себе На протяженность 15 километров 6 на мостов Слепотекло Ну что Спасибо 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 Ну что у вас там есть Фондов Да Валер Есть Да Пока Стоит Заехал у вас на месте Здравствуйте, молодёжь! Здравствуйте! Вы покрытие чувствуете устойчиво? Прилипает! Новое, поэтому и прилипает! Вот видите, обратите внимание, идёт поезд, машины стоят, дорога перегружена, пробки создают загробные, затрудняет движение. И так было на протяжении всего времени, но существует эта дорога. Она федеральная. Волгоград, Саратов, Сызрань. Соединяет юг и север нашей страны. Идёт через Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую области. Ну и понятно, выходит уже на другие магистрали, соединяя с другими городами и направлениями. Но! Вот эти все переезды, они были не оборудованы путепроводами. Вот этот путепровод, он решит многие проблемы. Потому что пробки большие скапливаются, и, конечно, аварийность возникает. В том числе и на переезде. Потому что зачастую лихачи пытаются проскочить. Сейчас, правда, переезды стали оборудоваться современными устройствами, которые сдерживают их, но всё равно бывают. Поэтому это вопрос, в том числе и безопасный. Но самый главный пробки. Давайте мы послушаем Сергея Николаевича. Он нам расскажет. Потому что темпы, которые заданы здесь, достаточно эффективны. У нас, возможно, получится сдать путепровод вместо выращивания в этом году. Отдать должное дирекции Нижневоложской, которая является заказчиком и Росавтрадору. Эта работа организована эффективно. И результат налицо. Потому что, в принципе, объём достаточно большой. Не удаётся её выполнить. Раньше на дорогах. Мы, наверное, немножко предыстории начнём. Дорога всегда шла у нас по существующим направлениям, где сейчас идёт и Гнезная. И пересекала вот. У нас была вот такая петелька с 90 градусов. И здесь всегда был затор из автомобилей. Особенно летом, когда автомобили идут на юг. Управление безвизовыми от СССР. Южное. Очень большой поток. По 3-4 километра. Каждое лето скапливалось. И зимой тоже самое. Это очень большая сложность. И железнодорожная ветка тоже. Она двухпутная. Большое количество поездов. То есть он постоянно в режиме закрыт. И тут в Туриде было решение строить путепровод. Но уже сразу с перспективы развития на 4 полоса. Потому что по плану развития в СССР мы перспективную дорогу отнесли. С ротом, с которым мы уставали. Усерение всей дороги до 4 полос. Будем где-то реконструкцию делать. Где-то капитальное ремонтное расширение пойдём. Потому что это намного быстрее, эффективнее. И нам быстрее позволит расширить автомобильную дорогу. И здесь до 4 полос было решение перевести в категорию 1Б. То есть это 3, как я сказал, 3 километра. Мы делаем потепровод. Это сначала и до окончания. Соответственно 160 метров будет работать металлическим потепроводом. Или железной дорогой. Всё будет оборудовано освещением. Все эти километры. Всё будет оборудовано отбойниками. Металлические болезненные награждения. Будут разделены в потоке. То есть вероятность встречного сопровождения будет у нас равна на углу. Соответственно надеемся, что летальность на этом месте у нас тоже будет полностью отсутствовать. То есть разделить потоки. Основное самое тяжёлое – это люди, когда лопают шансов выжить у людей очень мало. Поэтому первая очерёдность – это жизнь и здоровье граждан. Потом ещё удобство. Соответственно проинвестировали у нас по плану. Изначально должно было начинаться с 19-й, 20-й, 21-го. В конце 21-го сдачи объекта. Но мы ударные центры как бы набрали. Огромное спасибо, что вы помогли нам. Получилось на этот год деньги с 21-го года перекинуть. И соответственно полтора миллиарда рублей, которые вложены в этот объект, мы в этом году успешно освоим. Успешно выполним все полные комплексы работ. Соответственно в ноябре планируем провести проверку Ростехнадзора. И в декабре получить разрешение на ввод объекта эксплуатации. Вкратце я рассказал о реке Вады. Я хочу подчеркнуть значимость этой дороги. Потому что, может быть, кто представляет себе, насколько она перегружена. Особенно в летнее время. Потому что по ней устремляются все отдыхающие на юг. С Твердловской области. С Кантумантийска. В Тюмени. И в той же Самарской области. Для того, чтобы как можно быстрее добраться в Краснодарский право. Крым использует как раз эту дорогу. И поэтому кроме всего то, что она до сегодняшнего дня имеет зигзаги и повороты практически до 90 градусов. 2 метра отсутствует эти провода. И такой загруженный маршрут железнодорожный, который здесь проходит на Казань, конечно, является серьезным препятствием для автомобилистов. Они вынуждены долго стоять в пробках с маленькими детьми, семьями. Ну и, конечно, большегрузы, которые идут с юга в территорию северной нашей части по Ложье, также испытывают эти проблемы. Сдача этого участка решает этот вопрос. И здесь еще раз хочу подчеркнуть. Росавтодор эффективно справился с задачей. Досрочно, на год раньше, сдает этот объект. И уже буквально через месяц откроет участок дороги. Одну часть, да? Да. И одна очередь, соответственно, будет открыта. А затем, где-то, наверное, до декабря завершат все работы в полном обмене. Поэтому все это говорит о том, что объект будет сдан качественно, но досрочно. Потому что, когда мы говорим досрочно, всегда тоже колеблешься. А насколько это качественно будет? Ну, качество работы, вы сами видите, достаточно жестко контролируется заказчиком. Поэтому есть надежда, что это будет стоять долго. И радует людей, потому что никто не будет уже стоять в пробках. Это очень важно. Собственно, задача сделать езду комфортной. И не ждать там, где можно обойти без этого. Так? Что еще? Все, все. Мы пройдем на ту сторону? Ну, на ту сторону не спустимся. Мы можем пойти посмотреть там 10-10 месяцев. А почему мы не спустимся? У вас же примыкание с той стороны подготовлено? Нет? Мы там ведем сборку второй очереди металла. А, понятно. У нас в страны стоят в опасную сторону тоже. И вы хотите сказать, что за октябрь вы закончите? А мы его уже собрали. Мы его собрали. Сейчас готовим его к родителям. А вам так уже мы прикручиваем. Ну и так вот, если можно, все равно поподробнее. Вы как будете сдавать по очередям, по графику производства работы? Во времени? Вот то, о чем мы только с вами перед этим говорили. Ну, сдавать мою полноценную эксплуатацию с разрешением строить на воду в декабре. Да. Ну а сейчас для технологического процесса, чтобы нам до сдачи объекта нужно полностью его увезти отсюда, свой городок, разобрать отъездную дорогу, соответственно полностью. Рекультивацию сделаем земли, где мы здесь ездим. У нас время и здоровье есть. Сделаем новую рекультивацию. То есть только мы для того, чтобы нам не мешало отъезда, мы устаем, я думаю, по 20-х числах октября, ну в конце октября по прямому ходу направления. Вот по этому пунктепробу, который мы сейчас видим, движение. И, соответственно, это нам позволяет левый сторонник по ходу, как мы стоим, производить работу по разборке. Рекультивацию. Ну и, соответственно, уже в конце ноября мы здесь объекты планируем быть. Полностью допускать. То есть до декабря вы сдадите этот объект. До декабря, да, это без сомнения. То есть у нас нет сомнения в этом нет. Вот это очень важно. Ну а у вас как настроение? Боевое. Боевое? Понятно. Рассчитывается с вами? Долгов нет? День-день. День-день. Хотел, да, отметить, я руководитель, хотел отметить вообще хороший климат строительный. Вот. Хотел бы поблагодарить областные власти. Вот. Потому что мы тут масса была выноски коммуникаций. Трясьями акропроводы, выборщик в азот и военные кабели. Там все они положают на горке. Федеральных дорог. Вот. И электрики. И хотел бы поблагодарить железную дорогу. Качественно. Срока большие выноски тоже производили. Опускание кабелей. Ну это все было сделано за счет средств федерального бюджета. Правильно. Исходя из того, что заказчики здесь, нижневурское направление. Поэтому вы можете там этот список расширять. Но я все-таки считаю, что надо поблагодарить руководитель управления Росавтодор. Потому что для всех остальных это возможность заработать. Никто бесплатно эту работу не сделал. А что касается области, они должны благодарить также и Федеральное управление, и Министерство транспорта России. Потому что это инвестиции в регион. Причем в инструктуру. Это вклад в том шле, чтобы комфортно можно было ездить по территории области. И я думаю, что здесь все с этим согласятся. Сергей Николаевич, если сдача объекта будет в срок, как вы уже говорите, до декабря в том объеме. Заранее не будем забегать, хотя хоть немного осталось за эти буквально два месяца. Но совершенно очевидно, если мнение, что этот объект в этой сроке будет сдан. Молодцы. Это серьезная задача, с которой уже в новом качестве вы эффективно справились. Спасибо. Спасибо. Поэтому